С вами Рик Реннер, я нахожусь в Древнем Пергаме. Вы спросите, где это вы сидите? Я сижу в отсеках, что располагались под большим жертвенником Зевса, одной из семи чудес Древнего мира. С архитектурной точки зрения, комплекс, великолепный жертвенник, но в духовном аспекте, зловещее место. Более того, вероятно, во всей Малой Асии не было места более зловещего, чем это. Это место, жертвенник Зевса, упомянутый Иисусом в книге Откровения, 2 главе, 13 стихе, как седалище или престол сатаны. Это место было отмечено скоплением мощных духовных сил тьмы. Здесь было сосредоточено присутствие сатаны настолько плотное, что Иисус назвал его престолом сатаны. Однако такое определение относится не только к данному месту. То же самое можно сказать и о верхнем пергаме, среднем и нижнем его кварталах. Весь город был духовно нечистым. И здесь жили христиане. Они учились жить в такой обстановке. В этом городе были их дома, родственники. И зло для них было неизбежным. И среди всего этого Бог пожелал основать церковь. В такой духовно тяжелой обстановке, в Библии написано, в послании Акова, 4 главе, 7 стихе, «Противостаньте дьяволу и убежит от вас». Порой приходится противостоять ему всей силой, всей мощью, бороться изо всех сил. Иргамские христиане научились противостоять дьяволу, сопротивляться натиску зла. И, к точности, как говорит Библия, дьявол убегал. Сегодня я нахожусь на разваленных некогда зловещего памятника. Его здесь больше нет. Он разрушен. А Евангелие проповедовалось, и церковь жила здесь несколько столетий, до полного опустошения города. Как и всегда, Евангелие — это победоносная сила. Когда вы противостоите дьяволу, можно быть уверенным, полностью уверенным, что он убежит от вас. И сегодня мы поговорим о том, как победоносно противостоять дьяволу можете и вы. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Как было сказано в начале передачи, сегодня мы поговорим о том, как противостоять дьяволу. Прежде чем выходить на поединок с дьяволом, следует убедиться, что вам бросил вызов именно он. Зачастую дьявол меняет голос для маскировки. Например, искушая Иисуса в пустыне, дьявол пытался спрятаться за самим Писанием. Бывает, что голос дьявола звучит очень духовно, очень набожно, чтобы его голос звучал, словно Божий голос. В других случаях дьявол прячется за логикой, говорит весьма рассудительно. Вам крайне необходимо распознавать его голос. Когда распознаете, тогда и сможете воспротивиться ему и заставить его замолчать. Об этом пойдет речь сегодня. Будет здорово. Досмотрите передачу до конца. Напомню о нашем предложении. Это цикл аудиопроповеди «Как противостоять врагу». Невероятно глубокий и полезный аудиоцикл о том, как действовать в духе и распознавать дела дьявола. Мы изучаем послание Ефесянам. Помните, в 1 Петра 5, 8, говорится, что дьявол бродит, словно рычащий лев. Рассмотрим, как он восстал на нас и как ему противостоять. Дьявол — сломленный противник, и нам нужно утверждать его поражение. Вот о чем данный цикл аудиопроповеди. Скачайте его бесплатно на сайте ignc.org. Он непременно прибавит вам духовных сил. А также мы хотим послужить вам. Обязательно сообщайте нам о своих молитвенных нуждах. Написав на молитвенной стене нашего сайта, мы верим в силу молитвы и регулярно молимся. Как только вы с нами свяжетесь, то наши сотрудники тут же начнут за вас молиться. И поделитесь своим отзывом о передаче. Нам важно получать ваше сообщение. Сегодня мы откроем первое послание Петра, пятую главу, восьмой стих. Затем девятый стих и далее прочтем Евангелие от Иоанна, десятую главу. Приготовьте Библию. Откроем в ней первое послание Петра, пятую главу, восьмой стих. Петр пишет. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рычащий лев, ища, кого поглотить». В девятом стихе читаем «Противостойте ему твердую верою». Вернемся к восьмому стиху, к словам Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рычащий лев, ища, кого поглотить». Смотрите на слова «призвитесь и бодрствуйте». Глагол «бодрствует» на греческом «григорио». Это слово использовалось преимущественно в отношении человека, которому угрожает готовящиеся нападения противника. Оно означает «быть начеку», «быть осведомленным», «сохранять бдительность». У Петра оно переведено как «бодрствуйте». Мне нравится вариант «бодрствуйте». Нам нужно бодрствовать. Дьявол стремится заполучить доступ к нашей жизни. Он ищет возможности подступиться к нам. Следовательно, нам нужно быть начеку, сохранять бдительность, быть неусыпными. Вокруг нас бродит реальный противник, цель которого — добраться до нас, до нашего сознания, нашего организма, нашей семьи, наших денег. Он нащупывает точку доступа к нашей жизни. Вот Петр и пишет «вам нужно бодрствовать, быть начеку, быть осведомленными, сохранять бдительность, трезвиться». Для противостояния сатане требуется бдительность. Затем он продолжает и говорит «бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рычащий лев, ища, кого поглотить». В этом стихе Петр характеризует дьявола как противника. Слово «противник» на греческом «анти-дикас». Таким словом называли прокурора, обвинителя. Ваш противник или с греческого «прокурор», «обвинитель». Приставка «анти-дикас» означает «против», и корень «дикас» — «праведность». Обычно таким словом называли человека, наделенного полномочиями преследовать по закону. Дьявол подкрадывается очень хитростно. Он выступает словно юрист. Своеобразный прокурор, обвинитель, он ловко подбирает нужные слова, чтобы выдвинуть обвинение в наш адрес. Он стремится нанести нам поражение клеветой ложными обвинениями, и часто при этом пускает в ход все, что ему о нас известно. Например, у вас есть какое-то слабое место. Вы с чем-то боретесь. Что ж, дьявол вам об этом обязательно напомнит. Он возьмется преследовать вас тем, что знает о вас. И когда дьявол выступит против вас с тем, что ему о вас известно, вы должны ответить ему, «Да, это со мной было, но это в прошлом, и сейчас это уже неправда». Все смыто кровью Иисуса. Но дьявол все равно будет выступать против вас с тем, что он о вас знает. О прошлых поступках, слабых местах, соблазнах. Например, вы просите Бога совершить в вашей жизни что-то особенное. Дьявол начнет преследовать вас как прокурор, обвинитель, говоря, «С чего это Богу отвечать на твою молитву?» Ты же знаешь, какой ты на самом деле. У тебя в жизни есть вот это и вот это. С какой-то стати Бог станет благословлять тебя обильно, когда ты в мелочах разобраться не можешь. Дьявол попытается преследовать вас, избить с толку, используя все, что знает о вас. Далее Петр называет нашему противника дьяволом. Ваш противник. Дьявол. Дьявол. На греческом «диаболос». Приставка «диа» указывает на проникновение. Корень «балос» значит «бросать, швырять». Вместе. Получается слово «диаболос». По-русски «диаболос», что вовсе не его имя, а вид деятельности. Данное слово описывает его действия. «Диа-балос». Он продолжает наносить удар за ударом. Вот что значит «балос». А его намерение — «диа», проникнуть, пробиться внутрь, сквозь защиту. Намерение дьявола — бить по нам ложью, обвинениями, устаревшими сведениями. Бить по нам снова и снова, раз за разом, до тех пор, пока он нас не «диа». Не проникнет в наше сознание. А дьяволу известно. Стоит ему проникнуть в наше сознание, чтобы исказить наше мышление, наше убеждение. Как он тут же одолеет нас целиком. Он знает, как только он получит контроль над нашим разумом и эмоциями, он овладеет нами полностью. Вот он и наносит удар за ударом. Поэтому Петр призывает нас быть трезвыми, на греческом «Григорио». Быть начеку, быть бдительным, трезвиться, потому что обвинитель, дьявол, который наносит целую серию ударов, ходит вокруг нас, по словам Петра, как ревущий лев, ища, кого поглотить. Библия говорит, ища, кого поглотить. Это значит, что поглотить он может не каждого. Некоторые ему не по зубам. Так дьявол ищет, кого он сможет поглотить. Петр сравнивает дьявола со львом. Вспомните зоологию. На кого охотятся львы в дикой природе? Они охотятся на животных, отбившихся от стада или стаи, на тех, кто в одиночестве. Такие животные полностью беззащитны. Вокруг них нет себе подобных. И на христиан, подобных им, падает взор дьявола. На тех христиан, которые живут сами по себе. Не утвержденные в слове. Дьявол ищет хромающих в вере. Почему? Потому что именно таких христиан ему легче всего поглотить. В конце сегодняшней передачи я перечислю семь практических рекомендаций для вашего укрепления в вере. Утверждение в слове, чтобы вы не стали жертвой врага. Чтобы вы не оказались поглощенными сатаной. А что означают слова Писания «Дьявол ищет, кого поглотить»? Отвечу. Слыша слово «поглотить» или «поедать», мы представляем себе животное, поедающее жертву. Так? На самом деле «поглотить» в греческом «пино». С греческого «пино» переводится как «не съесть, а выпить, причмокивая». Таким образом, цель сатаны не просто напасть на вас, не просто мучить или терзать вас. Его намерение в том, чтобы поглотить, съесть вас целиком и полностью, чтобы в конце осталось лишь «пино», слезать сладкие остатки, остатки, которые сладкие. Иными словами, его цель — съесть вас так, чтобы от вас ничего не осталось, ни единого кусочка, чтобы в конечном итоге от вас осталась только кровь, которую он с удовольствием выпьет, слижет, причмокивая. Его цель — полностью съесть вас, и затем выпить, слезать все, что осталось. Вот буквальный перевод «поглотить». Далее в 9 стихе Петр продолжает. «Противостоите ему твердую верою». К этому мы вернемся через минуту. Слово «твердую» на греческом «стереос», что означает «укрепляться или утверждаться». Укрепляться или утверждаться. Смотрим на 8 стих. Петр пишет. Зная, что ваш противник рядом, вам нужно, Григорию, бодрствовать, быть на чеку, сохранять бдительность. Вам нужно бодрствовать, потому что противник пытается проникнуть к вам. Затем Петр пишет, что противник нападает на нас словно обвинитель. Он раскрывает факты, сведения, которые порой извращает, чтобы обвинить, объявить виновным, осудить и уничтожить. Этот обвинитель дьявол, он нападает не единожды, он бьет часто, раз за разом, раз за разом, намереваясь проникнуть в наше сознание, овладеть нашими эмоциями. Затем Петр пишет, что дьявол ходит кругами, ища христианина-одиночку, которого легко будет заглотить и выхлебать. Дьявол намерен поглотить христианина. По этой причине в 9 стихе Петр пишет, что нам важно укрепляться, быть утвержденными и твердыми в вере. Сейчас поговорим о том, как дьявол искажает свой голос до неузнаваемости. Откроем Евангелие от Иоанна, 10 главу и 10 стих, знакомый для многих, где Иисус говорит о том, как поступает он и как поступает дьявол. Итак, в Иоанна, 10 главе, 10 стихе, Иисус говорит... Слушайте внимательно. Хотя вы уже сто раз читали этот стих. Сегодня вы посмотрите на него свежим взглядом. Иоанна 10, 10 гласит... Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Далее Иисус говорит... Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Еще раз, первая часть стиха. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Мы частенько цитируем этот стих, но однажды я решил копнуть его, как полагается, и выяснить значение всех слов. То, что я выяснил, потрясло меня до глубины души. Значение слов в оригинале существенно отличается от того, что стоит за словами в переводе. Например, глагол «украсть» мы понимаем буквально. Кто-то что-то крадет. А под словом «убить» мы понимаем лишение жизни в ужасной, страшной форме. А слово «погубить» вообще мало кому понятно. Видимо, кто-то что-то разрушает. Что же значат эти слова? Сегодня я предложу вам значение этих слов, для чего прочту из своих заметок, точнее, из толковательной версии Реннера. Верю, что сейчас вы увидите этот стих совсем по-новому. Вы узнаете, как дьявол-обвинитель приходит, зачастую искажая собственный голос, подтасовывая факты в попытке проникнуть в сознание, сразить наповал, а порой он маскируется настолько умело, что кажется, будто с вами говорит сам Бог. Итак, прочту свои заметки. Прежде всего, Иисус произносит слово «вор» на греческом «клептос». И как значится в моих заметках, оно означает «разбойник», «вор», «аферист». «Разбойник», «вор», «аферист». Буквально это можно понять так. «Вор приходит», то есть «аферист приходит». Первое, что мы понимаем, дьявол ворует очень коварно и ловко, он «аферист». Второе, по словам Иисуса, вор приходит «украсть», «убить» и «погубить». Глагол «украсть» на греческом «клепто». Еще одно слово. Вы слышали о клептоманах? Слово «клептоман» происходит от корня «клепто». От глагола «украсть» на греческом «клепто». Это слово описывает вора, настолько искусного в своем преступном деле, что его злодеяния практически не поддаются раскрытию. Прочту еще раз. Это слово описывает вора, настолько искусного в своем преступном деле, что его злодеяния практически не поддаются раскрытию. Это же слово переводится как «вор-карманник», и от него произошло понятие «клептоман». Итак, мы обнаружили, точно так же, как со словом «клептоман» — человека, который не может воспротивиться желанию украсть. Все в характере его настроено на воровство, он вор, и этим все сказано, он аферист. Его желание хитростью проникнуть в ваши личные дела, вытащить из ваших карманов все, что там есть, и присвоить. Это мошенник, клептоман. Он не может ничего с собой поделать. Воровство у него в крови. Он вор-мошенник. Вор. Вот о чем говорит Иисус словами «вор приходит украсть». Это значит, что дьявол настроен брать все, что у вас имеется. Ему все равно, у кого воровать. Ему нужны не вы, а все ваше. Ему нужны ваши семья, ваше жилье, ваша зарплата, ваши карточки, ваша работа. Ему нужно все, что у вас есть, потому что он клептоман. Вот что говорит Иисус о дьяволе в Иоанна 10.10. Далее. По словам Иисуса, вор приходит убить. Что означает слово «убить»? Я всегда полагал, что это означает кровопролитие, что-то изуверское, какая-то резня. А в греческом совершенно иное значение, и меня это изумило. Послушайте. На греческом это слово «фтуо». Данное слово, как подскажет любой знаток греческого, означает «жертва». Жертва — это не значит убить в значении «просто лишить жизни», а принести в качестве жертвы. Пожертвовать чем-то или отказаться от чего-то ценного и дорогого. И вот как это происходит. Приходит дьявол. Во-первых, он приходит с целью украсть. Это его задача. Он приходит за всем, что есть у вас. Помните об этом. Для этого вам и нужно бодрствовать. Дьявол смотрит на все, что у вас есть. На все. На вашу радость, ваш покой, деньги, здоровье, жилье, на вашу машину. На что угодно. Он мечтает об этом. Бодрствуйте. Вы связались с настоящим глюптоманом. Затем, по словам Иисуса, он приходит убить. На греческом это слово «суо», что значит «жертвовать» или «отказаться от чего-то ценного, дорогого». И вот что это значит. Если дьяволу до сих пор так и не удалось хитростью запустить лапы в ваши карманы и обобрать вас до нитки, то он перейдет к следующей схеме. А следующая схема — это попытка убедить вас пожертвовать тем, что у вас осталось. Он уже прилично обворовал вас. И у вас осталось совсем немного. И вот вы не знаете, что предпринять. Старайтесь держаться в вере, чтобы воплотить счета, сберечь остаток денег и не потерять то, что еще не потеряно. И тут дьявол принимается говорить с вами религиозным языком. «Суо» описывает жертвоприношение в религии. Он искажает голос, чтобы тот звучал как Божий, или голос вашего разума, совести, пытается убедить вас. «Слушай, пожертвуй всем оставшимся. Просто отдай все. Спасти это уже не удастся. Ты не сбережешь, не выкупишь. Оставь, уходи». Он хочет, чтобы вы просто отказались от всего. Просто пожертвовали всем, что вы считаете дорогим и ценным. И, наконец, вор приходит. «Погубить». Глагол «погубить» на греческом «аполуме» означает «разрушать», «потратить в пустую», «превратить в ничто», «в мусор», «опустошить», «уничтожить». А теперь составим значение всех этих слов в одном предложении и получим новое толкование стиха в моем пояснительном изложении Писания. Послушайте внимательно. Вор стремится запустить свою руку во все хорошее в вашей жизни. Более того, этот вор-карманник ищет и радуется любой возможности хитростью проникнуть в ваши личные дела, получить доступ ко всему, что для вас ценно и дорого, чтобы затем уйти, полностью обчистив вас, обобрав как липку. Но и это еще не все. Когда ему удастся лишить вас имущества, активов, он примется за осуществление следующего этапа, своего бесстыдного грабежа. Он создаст для вас условия и окружит вас обстоятельствами, настолько ужасными, что единственным выходом станет пожертвовать всем, что еще осталось нетронутым после предыдущих его атак. Конечным результатом своей деятельности этот вор видит ваше полное опустошение. Если ему ничто не помешает, если вы окажетесь совершенно недееспособным, полным банкротом, обчищенным во всех отношениях, у вас возникнет ощущение, что с вами полностью покончено, вы теперь вне игры. Не заблуждайтесь. Конечная цель врага — полностью уничтожить вас. Я же вам говорил, что вас ждет совершенно новое понимание Иоанна 10.10. Здесь говорится не об обычном воровстве, убийстве и разрушении. Здесь раскрывается вор-мошенник, аферист, который пытается нагло пролезть во все ваши дела, взять все, что у вас есть. Если ему не удастся взять все, то он примется убеждать вас в необходимости пожертвовать оставшимися активами. Ведь их якобы уже не сберечь. Его реальное намерение оставить вас полным банкротом, во всех отношениях. Его конечная цель — уничтожить вас. Вот о ком говорит Иисус. А теперь вернемся к 1 Петра, 5 главе, 9 стиху. Петр пишет, «Противостойте Ему твердую верою». Глагол «противостойте» на греческом «антистами», состоящее из двух частей приставки «анти», что значит «против», и корня «стеми», переводится как «поддерживать». Соединив эти два слова в одно, «антистами», получаем значение, которое я назову, зачитав свои заметки. «антистами» означает сопротивляться, выдвигаться против кого-то, стратегически оппонировать. Оно описывает организованное и тщательно спланированное сопротивление. То есть, призывая нас противостать дьяволу, Петр говорит не о случайных попытках сопротивления. Он описывает организованное, продуманное сопротивление. В таком деле вам нужен порядок, четкий план. Требуется выстроить линию, стратегию. И потому Петр пишет дальше «противостойте ему твердую верою». Прилагательное «твердое» на греческом «стереос», что значит «укрепляться» или «утверждаться». И как же укреплять свои позиции, чтобы не поверить голосу врага? Каким способом усилиться, укрепиться? Быстро перечислю семь рекомендаций. Первое. Каждый день общайтесь с Богом с раннего утра. Каждое утро. Второе. Каждый день питайте свой дух словом из Библии и других источников. Из второго послания Тимофею, 4 главы, 13 стиха, мы понимаем, что Павел читал Писание, другие книги, которые просил ему принести. Он укреплял свой дух с помощью разных средств. Третье. Каждый день проводите некоторое время в тишине. Об этом мы читаем в Библии, где подчеркивается важность размышления в безмолвии. Это необходимо для прочной связи между нашим сердцем, разумом и эмоциями, чтобы мы понимали самих себя. Четвертое. Каждый день общайтесь с теми, кто вас укрепляет. Послание Евреям 10, 25 призывает нас к общению с сильными христианами. Христианское сообщество предает крепости. Пятое. Каждый день на протяжении дня признавайте Божье присутствие в своей жизни. Об этом Давид написал в Псалме 118, стихе 164. Семикратно в день прославляю тебя. Вам будет полезно на протяжении дня делать несколько пауз в делах, чтобы почтить Бога. Я признаю Твое присутствие, Господь. Признаю Твое господство во всех обстоятельствах. Пусть Божье присутствие будет для вас реально ощутимым через такое признание. Это укрепит вас. Шестое. Каждый день говорите «нет» всему, что вам не стоит делать. Когда вы постоянно соглашаетесь с тем, что для вас не полезно, это вас отвлекает, уводит в сторону. В Послании Акова, 5 главе, 12 стихе, подчеркивается умение говорить «нет». И, наконец, каждый день молитесь о наполнении Святым Духом для этого дня. Об этом мы читаем в Послании Ефесянам, 5, 18. «Непрестанно исполняйтесь Духом». Когда вы будете следовать этим практическим рекомендациям, каждый Божий день, что с вами будет? Вы укрепитесь. Утвердите свои позиции. Вы станете способными пресечь нападение врага. Сможете противостоять ему. Повторю слово «противостоять». «Анфистемия» — организованное, продуманное, спланированное сопротивление. Вам нужно составить план укрепления позиций, укрепления себя, чтобы безошибочно распознавать голос врага. Вы способны не поддаваться ни одному его слову, но для этого нужно умело распознавать его голос, а затем умело противостоять. О чем мы говорили в этой передаче? Надеюсь, сегодня вы узнали что-то новое, особенно в изучении Иоанна 10.10. Правда, необычный взгляд на этот стих. Если захотите послушать еще раз, есть архив передачи. Стих замечательный. Наше время вышло. Я вернусь через минуту, и мы помолимся. Вам кажется, что вы сражаетесь за свою жизнь? Или же враг атакует ваш разум депрессией, страхом или искушениями? Вы христианин, и вы не должны с этим соглашаться. Вы можете противостать врагу и одержать над ним победу. В духовных битвах мы сражаемся не только с плотью и кровью, но и с невидимыми духовными противниками. Через что бы вы ни проходили, Иисус уже наделил вас силой и властью наносить врагу поражение каждый день. В этой аудиосерии Рик Реннер объясняет, как одержать победу над силами тьмы, атакующими ваш разум. Имея Божье всеоружие и знание того, как его использовать, вы можете выиграть битву за свой разум. Зайдите на наш сайт, чтобы бесплатно скачать эту серию проповедей. Вы узнаете, как именно дьявол оказывает давление на ваш разум, желая завладеть вашей жизнью. Но вы способны одержать победу, научившись покоряться Богу и оказывать сопротивление дьяволу. Примите решение доверять Богу, подчиниться Его Слову и не принимать ложь врага. И вы увидите, как меняются обстоятельства вашей жизни. Зайдите на наш сайт ignc.org и скачайте бесплатно эту серию аудиопроповедей. Это учение поможет вам по-новому взглянуть на Божье всеоружие и научит отражать любую ложь врага и жить в победе каждый день своей жизни. Добро пожаловать на мою страницу в Фейсбуке. Я ждал вас. На этой странице мы регулярно публикуем новости, учения, видео. Мы верим, что все это важно для вашей духовной жизни. Поэтому приглашаю вас регулярно посещать мою страницу в Фейсбуке. Сегодня мы узнали, что дьявол — настоящий мошенник. Он карманник, клептоман. Воровать для него, как дышать. И что он хочет украсть? Все, что у вас есть. Ему нужна ваша семья, ваши дети. Дьяволу нужны ваши дети, а заодно и внуки. Дьяволу нужна ваша машина. Ему нужна ваша радость, мир, отношения. Дьяволу нужна ваша работа. Все, что у вас есть. Он клептоман. Он должен воровать для него естественно, как дышать. Ему нужно все, что у вас есть. Вам нужно знать, как ему противостоять. Об этом нам говорит Библия в 1-м послании Петра, 5-й главе, 8-м и 9-м стихах. Мы должны бодрствовать, сопротивляться, и наше сопротивление должно быть планомерным, продуманным, последовательным. Это серьезные вещи, и они стоят пристального внимания. Дьявол настроен серьезно, и поэтому Петр призывает нас в процессе противостояния ему бодрствовать. Вы должны быть непреклонными. Кстати, когда вы оказались под ударом, понимая, что этот мошенник взялся за вас, и вам нужна молитвенная поддержка, позвоните нам, и мы за вас помолимся. Напомню о своем цикле аудиопроповеди «Как противостоять врагу». Проникновенный материал. Противостояние плюс настойчивость равняется победе. Всегда. Когда вы знаете, как противостоять дьяволу, действительно знаете, как, он от вас убежит. Скачайте бесплатно на сайте ignc.org. Помолимся. Отец, благодарю Тебя за наше общение в Твоем Слове. Благодарю, что Ты дал нам силу и власть противостоять всем нападкам врага. Благодарим за то, что дьявол убегает от нашего сопротивления. Благодарим, что Ты даровал нам Святого Духа, рассудительность, божественное здравомыслие для полномерного и целенаправленного сопротивления. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что посмотрели эту передачу. Помните, Экклесиаст 8.4, где «Слово Царя, там власть». Пусть сегодня Божье Слово проявит свою власть в вашей жизни. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Продолжение следует...